Морфологию и листа. Это то, что чаще всего оказывается отсутствует подключение к интернету. Проснулась моя лиса. Прекрасно. Главное, я же у нее ничего не спрашивала, почему она проснулась. Ну ладно, неважно. Это то, что чаще всего встречается на очных кабинетах. Если кто-нибудь из вас попадет на финал, я в смысле надеюсь, что вы попадете на финал, то у девятиклассников, конечно же, будет морфа и морфописание. Очень часто там даются ключи, по которым вы, соответственно, должны будете определить, что это за растение. Очень важным показателем и параметром всего этого дела, конечно же, является морфология листа, потому что это очень важный систематический признак. Поэтому мы будем с вами долго и упорно сидеть на этих всяких там основаниях, окончаниях и так далее, потому что, к сожалению или к счастью, природа нам подарила, ну для меня лично к счастью, природа нам подарила безумное разнообразие листовых пластинок. Это очень красиво. Поэтому, когда меня каждый раз спрашивают, а зачем такое, а зачем мы так страдаем? Ну, в общем, я обычно отвечаю, что это для того, чтобы вы пострадали. А на самом деле объяснить, почему существует такое безумное разнообразие листовых пластинок в каких-то случаях возможно, действительно, потому что это оправдывается условиями культивирования, я хотела сказать, условиями прорастания, да, и условиями тех климатических особенностей, которые существуют в данном регионе, где произрастают растения. А в других случаях объяснить вообще нечем. Вот, поэтому это все очень-очень красиво, но это все надо понимать и знать. Итак, поехали. Что же такое лист и как это все зародилось? Прежде чем мы с вами вспомним и пойдем и узнаем, что такое лист, нужно вспомнить, а как вообще вот из талома, который раньше был цилиндрической палкой, да, помните, мы когда говорили про побед, мы говорили, что создание талома, значит, было по трех вариантам, либо сделать шарик, либо сделать пластиночку, либо сделать цилиндрическую палку. И выяснилось в эволюции, что самой оправданной историей является цилиндрическая палка. Дальше выстроили другой вопрос, а как из цилиндрической палки сделать лист? И вот эволюция предложила два пути. Первый – это микрофиле, и второй – это макрофиле. В чем они заключаются? Начнем с вами с микрофиле, потому что, к сожалению или к счастью, эволюция отбросила этот вариант, и микрофиле особо не прижилось, и у ныне существующих растений, давайте аккуратно скажем, у ныне существующих растений в подавляющей большинстве представлены, конечно же, макрофильные листы, а не микрофильные. Ну что же такое микрофиле? Это когда на поверхности цилиндрической палки образуются выросты, которые дальше уплощаются, и в результате на растения образуется много мелких листьев простой формы. Конечно, сделать никакую там крокозябренную вы не можете, потому что все очень маленькое, все очень мелкое, ну и, соответственно, сейчас я нарисую, это вот такие вот маленькие листочки, все одной формы, ну никакой вариабельности, вариативности нет. Но, конечно же, чем вы ограничиваетесь? Вы ограничиваетесь размерами той самой цилиндрической палки. Вот по всей поверхности вы сделали, все больше вы не можете сделать, увеличить фотосинтезирующую поверхность. Вы не можете. Ну кто у нас? Это, конечно же, мхи, так вот выглядят плуны, у них это прям лучше всего развито, но тем не менее вы ограничиваетесь размером фотосинтетической поверхности. Размер вашего тела напрямую будет зависеть от фотосинтеза, а фотосинтез будет напрямую влиять на количество листьев. Макрофильные листья. Здесь гораздо более сложная история, и тут мы должны с вами вспомнить, что такое поноподиальное нарастание и дихоподиальное нарастание. Вспомните, что такое дихоподи. Ну, соответственно, сейчас дихоподи я особо не представлю, но тем не менее именно два вот этих вот типа нарастания, ну, как вы понимаете, симподиальное это уже потом произошло, но как бы в эволюции моноподии и дихоподии стоят на ступеньку раньше, нежели чем симподии. И, соответственно, при моноподиальном нарастании у древних эволюционных предшественников, вообще я сейчас сказала полный вред, у древних растений с моноподиальным, дихоподиальным нарастанием возникали, соответственно, при нарастании у них возникали неодинаковые там веточки, и вот, соответственно, вот эти вот веточки, которые имели меньшее развитие, они развивались с меньшей скоростью, они могли срастаться друг с другом, уплощались, ну, соответственно, мы получали вот такую вот фотосинтезирующую поверхность. Это одна из теорий, то есть это не истина в последней инстанции. Есть теория, которая говорит, что вот так могло быть, и, скорее всего, так оно и было, но говорить со стопроцентной уверенностью, что так было, ну, это не совсем корректно. Вот это вот сливание, слияние, простите, называется, агрегация, ну, тут все довольно логично. Вот, но какие есть особенности у этих макрофильных листьев? Ну, самое главное, они, конечно же, обладают ограниченным ростом. Когда мы с вами давали определение побега, мы говорили, что побег – это осиловой вегетативный орган с неограниченным ростом, в отличие от расположенных на нем листьев, которые имеют ограниченный рост. Это важно, это имеет большой эволюционный смысл. Также у них есть, соответственно, ну, агрегация понятна, планация, в принципе, тоже понятно, что они всегда связаны с мамкой. Да, они, конечно, связаны особым способом, да, это и, конечно же, черешки, это основание листьев, как происходит перераспределение пучков, проводящих, да, проводящих элементов в листовую пластинку. Это все вот история про планацию. Самое главное, что мы должны понимать, что лист – это история, которая имеет ограниченный рост. Вот определение, которое мы находим в учебнике Людмилы Ивановны Лотовой, что лист – это боковой орган растений с ограниченным верхушечным ростом, выполняющий три главные функции – фотосинтез, транспирацию и дыхание. Ну, про фотосинтез понятно, про дыхание, я надеюсь, вам тоже понятно. Тут имеется в виду не вот это вот дыхание, да, потому что вот под этим делом имеется в виду, на самом деле, транспирация, потому что транспирация – это газообмен. А под дыханием имеется в виду клеточное дыхание, которое состоит из трех этапов – гликолиза, циклокрепса или транспортной цепи, вот, ну, потому что в листе это тоже происходит, на самом деле это происходит во всех клетках, но в листе это тоже происходит. Ну, еще тут я привела учебник, определение из учебника Кэмпбелла, вы знаете, что Кэмпбелл – это какой-то минимальный уровень знаний, который необходим для международной олимпиады, ну, потому что Кэмпбелл считается вот таким вот аналом родины. Но там плохо представлена ботаника, ее, считаю, вообще нет. Там очень хорошо разложена молекулярка и биохимия, это да. А вот что касается ботаники, что-то там не очень. Ну, физраз там, ну, такое. Итак, вопрос к вам. Куда я должна указать стрелочкой, чтобы я могла сказать, что это лист? Где на картинке лист? Куда я должна ткнуть палочкой? Да, совершенно верно. Вся структура – это лист, совершенно верно. Соответственно, лист состоит из четырех частей. Соответственно, листовая пластинка, черешок листа, прилистники. И самое интересное – это, конечно же, основание листа, потому что не у всех оно выглядит таким маленьким, аккуратненьким местом. Итак, лист состоит из четырех частей – листовая пластинка, черешок, прилистники и основание листа. При этом начнем мы с вами… Мы поговорим о всех четырех частях, о том, как они могут метаморфизироваться и метаморфизироваться, и иметь различный внешний вид на различную морфологию в зависимости от растения. Но начнем мы с вами с листовой пластинки, потому что листовая пластинка – это главный элемент листа, осуществляющий фотосинтез. Это не означает, что нет листьев без листовых пластинок. Есть. Давайте с вами вспомним. Калиоптиль – это лист. Лист. Но другое дело, что там нет листовой пластинки, но бывает. Но листовая пластинка – это то, что несет основную функцию фотосинтеза. Она самая вариативная. Вся морфология в девятом классе, в частности, ну, треть морфологии в девятом классе, я имею в виду про практический кабинет, построена на том, что вы умеете понимать, что такое морфологические признаки листовой пластинки. Поэтому мы с вами сегодня будем это обсуждать долго. Я надеюсь, про листовую пластинку мы сегодня с вами успеем поговорить, потому что как-то у нас так повелось с вами, что 18.30 мы с вами заканчиваем. Итак, листовая пластинка может быть охарактеризована шестью параметрами – основание, край желкования, расчленение, окончание и форма листовой пластинки. Только, пожалуйста, не путайте основания листовой пластинки с основанием листа. Иногда это совпадает. Вопрос к вам. Когда основания листовой пластинки и основания листа будут совпадать? Когда они черешка. Да, совершенно верно, у сидячих листьев. Ну, поехали. Итак, первое, что мы с вами обсудим, это основание листовой пластинки. Сразу скажу, я здесь для этой презентации, ну, как, в принципе, для всех моих предыдущих, я всегда базируюсь на двух наших учебниках. Это учебник Людмилы Ивановны Лотовой, и вот, собственно, картиночка из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Думаю, это такая узнаваемая картинка. И учебник, естественно, Александр Константинович Тимонин. Вот его картинки. Они такие имеют характерную особенность, я бы сказала. Вот это то, что нужно точно знать. Значит, что, какие суперважные, значит, параметры вы должны знать в основании листовой пластинки. Значит, первая, самая простая, это буковка А, такая классическая, сердцевидная основания листовой пластинки. Ну, здесь как бы не ошибетесь. Второй вариант, это буковка Б. Я сейчас говорю про, соответственно, картинку из учебника Тимонина. Это выемчатое. На самом деле, корректнее его нарисовать как-нибудь вот так вот. Да, это выемчатое основание. Следующее, это округлое основание. Ну, тут как бы кружочек, все понятно. Дальше, усеченное. Усеченное я лично запоминала очень просто. Представьте, если у вас в руках лопата, вы взяли так и отпилили край листовой пластинки, основание листовой пластинки. У вас получилась такая тупая лопата. Ну, вот это вот такое вот усеченное. Дальше, Д и Е. Е очень просто, это ромб, ну, ромбик, да, это ромбовидное. А, нет, 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 здесь оно называется кленовидное, извините, пожалуйста, кленовидное, да, кленовидное. Вот, представьте себе, что у Е, у варианта Е, у кленовидного основания, ваша листовая пластиночка немножечко продолжается вдоль черешка. Да, такое бывает. Это дополнительная фотосинтезирующая поверхность, и у нас образуется вариант Д, это оттянутые основания листовой пластинки. Ну, и дальше идут Ж, З и И. Это самые, ну, очень специфические, особенные варианты основания листовой пластинки. Значит, одно из них, это неравнобокое, или неравностороннее, неравнобокое, называйте как угодно, основание листовой пластинки, ну, это какие-нибудь там вязы, некоторые, у некоторых, ну, да, вязы, вся вот эта вот история, у буков иногда это встречается, вот, очень особенное. Дальше, вариант З, это, соответственно, ну, что-то типа вот так вот, да, это, соответственно, скопьевидное, ну, и вариант И, это стреловидное. Значит, как я запоминала, и как я отличала стрело и копье? Значит, так, зачем создаются, создавались стрелы и копья? Ну, для того, чтобы убить врага. Копья в основном создавались для того, чтобы противостоять коннице, и тут, как бы, история была про то, что самое главное затормозить противника, затормозить эту лошадь, чтобы пехота, да, вот эти копейщики, если кто-нибудь играл, там, какой-нибудь Medieval Total War, или Rom Total War, вы меня поймете. Значит, копейщики выставляются, и, соответственно, если конница наскакивает на копейщики, то конница тормозится в продвижении, и самое главное – остановить. А стрелы создаются для того, чтобы убить противника на дальнем расстоянии, причем не просто убить, а не позволить ему выжить. Поэтому, когда летит стрела, а и вонзается в плоть, то у нее зубцы должны быть так расположены, что при попытке изъять стрелу из себя будет происходить максимальное поранение плоти. Поэтому если вы широко расставите крылья у стрелы, как у копья, то не факт, что она нормально вонзится. Например, вы отпустили стрелу на дальнее расстояние, и там, начиная с каких-то метров, ее, естественно, поражающая способность падает, потому что ее скорость полета падает. Но чем легче она будет входить в плоть, тем лучше. Поэтому создавать вот такие вот крылья, как у копья, у стрел нелогично. Поэтому я вот так запоминала, что, значит, чем ближе вот эти вот крылья друг к другу, то это, соответственно, стреловидные основания. Чем дальше они друг от друга, это, значит, копьевидные. Вот. Никто вас не призывает запоминать один в один эти термины. Никто не призывает. Но логично, да, что А – это похоже на сердечко, у Б – там как бы кто-то откусил, это выемка такая, кусь, да. Вернее, Б – это кусь, выемка, да. В – это кружочек, округлость, ну, там, круглое основание, округлое основание, никто вас, значит, не спросит. Г – это отсекли лопатой усеченные, Е – это клин, да, клин, клин вы, клин, вбиваете клин, да, такая острая штучка. Если этот клин продолжается, соответственно, что это у нас оттянутое, Ж – неравнобокое, З – копье и стрела. Противоположный край мы берем, это окончание листовой пластинки. Что тут особенно? Ну, конечно, хотелось бы отдельно остановиться на буквках Д, Е и Ж. Мне сложно вам объяснить, чем они отличаются. Это как бы процесс творческий, да, когда мы… Дело в том, что в Сириусе, в Мае существует программа для седьмых-восьмых классов. И вот там с семиклассниками мы все проходим вот эти вот, всю эту морфологию, мы создали для них книжечку, по которой они делают морфоописание растительности. Вот этот вот вариант Д, Е и Ж – это, конечно, процесс творческий. Значит, что здесь просто запомнить? Ну, самое простое – это буквка З, это, конечно же, округлая. Г – это такая же выемка. Да, это выемчатая. Ну, кусь кто-то сделал. И это когда почти округлый, но такой маленький выступ. Маленький выступ – это остроконечная. Ну, соответственно, бывает усик, бывает сильно удлиненная такая история, удлиненная остроконечная. Как вы понимаете, это очень часто характерно для каких-нибудь тропических растений. То есть создается некий желоб, по которому вода будет легко стекать. Потому что если в тропиках у вас капля воды остается на листовой поверхности, они просто работают как лупа. Ну, в общем, ничего хорошего. Ну, давайте посмотрим на буквку Д, Е и Ж. Итак, Д – это заостренное, Е – это притупленное, Ж – это острое. Ребята, я вам гарантирую, что в природе вы особой разницы между ними не найдете. Ну, правда, не найдете. И нет никаких морфологических словарей или примеров, где вам строго показано, что, например, у какой-нибудь осины вот точно значит какой-нибудь такой вариант. Или, например, у яблони точно какой-нибудь острый. Или нет, давайте подумаем, наверное, не острый, а какой-нибудь притупленный. В чем же разница? Вы прекрасно знаете, что листья на растении имеют вариативность внутри одного растения. Если вы сорвете абсолютно все листья с яблони, вы увидите, что они довольно сильно варьируются по форме. Более того, они будут варьироваться по форме, по размерам, естественно, по типу окончания и основания. У кого-то оно будет более туповатое, у кого-то будет более острое. Это будет варьироваться также в зависимости от той ветки, которую вы взяли. Вообще-то все очень вариативно. Вы, главное, запомните, что окончания бывают либо окрулы, либо кто-то сделал кусь, либо кто-то, ну что-то назовем это острое, заостренное, я уж не знаю, как-нибудь назовите это, запомните вот эти примерно три варианта, какой-нибудь запомните из них. Вариант И, это остроконечный, вот это особый вариант, это особый случай. Там нет никакого, вы не можете никак построить треугольник вот здесь. Это действительно круг, у которого такой небольшой остроконечный пик. Ну и всякие тут длинно-остроконечные, усиковидные. Ну и отдельно, конечно, давайте с вами запомним букву «Б». Это усеченные. Усеченные кралистовые пластинки. Это на самом деле очень часто, ну у дубов, у дуба черешечного всегда такое пишет, вы должны написать, хотя там, конечно, не всегда так, но почему-то это такой хрестоматийный вариант. А еще усеченные, ну это вспоминаем лопату. Кто-то лопатой тыкнул. Так, ну это то же самое, это нам неинтересно. А теперь давайте с вами пообсуждаем, как вы думаете, какое основание и какое окончание. Соответственно, я тут привела энное количество листьев. Если кто-то хочет, может поднять руку и давайте с вами обсудим. Поднимите, пожалуйста, кто-нибудь руку, я хочу с кем-нибудь пообщаться. Настя, давай, начнем с тебя, связа. Андрей, за вами будет ольха. Так, Настя, связь. Основание листовой пластинки неравнобокое. Так, верно. Окончание заостренное, наверное. Ну да, давай еще раз переключимся на предыдущую картиночку. Ну, на самом деле, вот сейчас, простите, я уберу свои надписи, потому что, ну вот, примерно, на самом деле, вот это вот, да, это буковка Е, это притупленное, ну, в общем, притупленное, заостренное, неважно, да. Главное, что не остроконечное, потому что остроконечное было бы, выглядело вот так вот. Так, Андрей, ольха. Так, ну, основание округлое, наверное? Нет, 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 смотри, дорогой мой, вот, видишь, как я провожу линии, на что это похоже? Кленовидное. Да, это кленовидное, причем вы должны запомнить, что кленовидное может быть вот таким, кленовидное может быть вот таким. Если вы сомневаетесь в окончании в форме, ребят, не поленитесь очертить лист, и тогда вам все станет понятно. Так, ну, и окончание? И окончание выемчатое. Выемчатое, потому что кто-то сделал кусь. Хорошо, следующий, кто-нибудь, осины и яблоня? Зинят, давайте поговорим с вами. Ну, давайте поговорим. Так, Зинят, давай с тобой осину обсудим. Ну, тут у нас такое ощущение, что выемчатый какой-то край или ущеный. Вы, Зинят, представь себе, что ты делаешь кусь. Это вот похоже на осину, вот этот кусь. Давай я сейчас уберу. Прямо тут сильный кусь, Ну, не особо. А на что, похожая? Ну, на куда, лопатой. Да, значит, как это называется? Ущеная вроде. Да, и окончание? Ну, тут выбери любое. Ну, астроконичное. Ну, да, нормально, хорошо. Еще кто-нибудь? Яблоня. Анжелика, давайте. Основание округлое, мне кажется. Округлое, совершенно верно. Основание округлое, но сейчас, Анжелика, подождите секунду, хочу вам рассказать, что у яблони, в зависимости от того, какой листочек вы сорвали, основание может меняться от округлого к кленовидному. то есть это не как это, нестабильный параметр, особенно у разоцветных. Так, и окончание? Окончание листовой пластины. Оно будет вот таким, оно тут немножко замялось, но будет вот таким. Остроконичное? Ну, что-нибудь такое, да, хорошо. Следующий наш с вами параметр, это край листовой пластинки. И тут есть, конечно же, максимальная вариативность. Сразу хочу сказать, что надо различать четыре варианта друг от друга, но самое главное, на самом деле, уметь различать зубчатый от пильчатого. Зубчатый и пильчатый края отличаются тем, как это все выглядит на бумаге, если вы все это обрисуете. А самое ужасное, нерзкое, отвратительное и мешающее жить это то, что пильчатый может переходить в зубчатый, а зубчатый край может переходить в пильчатый в рамках одной листовой пластинки. То есть, например, у основания вообще ровный край, посередине зубчатый, а ближе к окончанию пильчатый. И вот что делать в этих случаях? Непонятно. Ну, поехали. Значит, зубчатый край листовой пластинки, если вы его перенесете на бумагу, окажется, что это равнобедренные треугольники, которые, соответственно, идут один за другим никаких. То есть, там, где заканчивается сторона одного равнобедренного треугольника, тут же начинается другая. В отличие от выемчатого края листовой пластинки, у которого тоже практически равнобедренные треугольники, только они оканчиваются очень плавно, и в итоге получается равномерный кусь-кусь по всему краю листовой пластинки. У пильчатого края листовой пластинки неравнобедренные треугольники, сторона одного треугольника меньше, чем другая. Это выглядит вот так вот. И как вы понимаете, что в зависимости от того, где расположены эти зубцы пилы, если ну давайте я сейчас нарисую вот такой вот кружочек, условно, овальчик, вот ровно посередине очень легко сделать вот такие зубцы, очень легко. Но ближе к окончанию листовой пластинки чисто механически вы перейдете на пильчатый край листовой пластинки. Дальше возникает вопрос, я что должен написать вот там вот я, что должен написать? Ну, во-первых, если вам, например, попадется растение, которое является хрисоматийным примером по поводу типа листовой пластинки, типа края листовой пластинки, тогда да. Тогда вы должны написать то, что должны написать. Например, в крапиве вы должны написать зубчатый край листовой пластинки. Хотя я вам гарантирую, зайки мои, что я найду вам лист крапивы, у которого будет пильчатый край листовой пластинки. Я прям зуб на отсечение, нет, руку на отсечение или, ну, в общем, неважно, что-то я даю на всечение. Поэтому тут такая конечно же история. Ну а в целом вы должны понять вот эти вот, кого больше? Больше зубцов или больше перечитого края или с тобой пластинки? Просто по длине. Кого будет больше? Ну и горочатый край здесь все очень просто. Нагородили, нагородили. Так, ну поехали. Как вы думаете, так, циферка 1, как будет называться? Цельный. Цельный. Хорошо, 2. Вымчатый. Двояко-вымчатый. Здесь он не двояко-вымчатый, здесь он просто вымчатый. Просто вымчатый. Так, 3, это не очень очевидно. Представьте себе, что у вас на самом деле абсолютно нормальный цельный край листовой пластинки, но сама листовая пластинка по краю имеет вот такой вот вид, если смотреть на нее сбоку. Как бы вы это назвали? Волнистый. Волнистый. Хорошо, 4. Как вы назовете 4? Не Настя. Зубчатый. Зубчатый. 5. Двояко-зубчатый? А, нет, двояко-пильчатый. К сожалению, двояко-зубчатый. Значит... Почему? Там же один край больше второго. Да, потому что вся проблема в том, что когда мы переходим от просто зубчатого края к двояко-зубчатому, вы не можете... Значит, двояко-зубчатый в идеале должен выглядеть вот так. Вот раз, потом вот так. Большой, маленький. Но на деле так это не выглядит. На деле это выглядит вот так. В лучшем случае. Тут как бы... То есть надо на маленький зубчик ориентироваться? Ну, примерно на маленький. На самом деле, если я переживаю... Вы скорее ориентируетесь на то, что... Сейчас... Если мы возьмем середину листа, под которой обозначена, условно говоря, вот эта вот у нас середина листа, и будем проводить от вершины прямую к этой медиане, то получится, что у нас, в принципе, угол оказывается, ну, больше 30 градусов. Примерно больше 30 градусов. Если мы сделаем то же самое с пильчатым краем, то, соответственно, угол там будет намного меньше. Ну, вот я имею в виду вот этот вот, да, вот эта вот пазуха, она будет меньше. Это все очень, к сожалению, условно. Вы сможете отличить двояко-зубчатый от двояко-пильчатого, только если перед вами положат два христиматийных случая. Если зубчатый от пильчатого вы, в принципе, можете отличить, то двояко-зубчатый от двояко-пильчатого. Ну, такое. Если вам придется это делать, то, ребята, не поленитесь провести вот эти вот прямые, да, в общем, применить математику с геометрией для того, чтобы понять. То есть если у вас угол очень острый, ну, прям сильно острый, да, то есть он будет меньше 30 градусов, тогда это будет пильчатый край. Если он будет больше 30 градусов, то это двояко-зубчатый. Ну, это такая математика, которую лично я выводила, то есть я не могу вам... Ботаники так это не объясняют. Я это объясняю так, потому что то, как я это для себя выводила. Так, ну, понятно, здесь, соответственно, у нас пильчатый. Хорошо, ладно, все нестересно. А, вот еще. Как вы думаете, как вот это будет называться? Десятый. Ресничатый. Да, ресничатый. А вот вариант 11. Представьте себе, что у вас так подворачивается, края листовой пластиночки. Как бы вы это назвали? Завернутый. Ну, завернутый, да, совершенно верно. Я сюда не вставила свою. А, не вставила. Дело в том, что у нас на кафедре растет растение, которое вообще-то произрастает в воридных зонах, устойчиво к засухе. И называется оно гемантус. И вот у этого гемантуса действительно ресничатый край листовой пластинки. И он, у них служит для сбора капельно-жидкой воды. Если вы вспомните, что, кстати, вопрос к вам. Как называется самое, вдруг вы знаете, самое сухое место на нашей планете, самая сухая пустыня? То есть там меньше всего осадков выпадает. Сахара? Не-а. Не, Сахара жидкая. Атакама. Молодцы, ребята. Да, действительно, это пустыня Атакама. Но при этом в пустыне Атакама растут, наверное, количество растений, благополучно произрастают там. И возникает вопрос о том, а как? Это у меня что-то с интернетом, или это вы немного зависаете периодически? Ребята, я не знаю. Ну, я у себя не зависаю. Может быть, я у вас и нет. Хорошо. А то растение точно гемантус называется? Да. А то я просто загуглила, а у него прям вообще ресничек нет. Те картинки, которые гугл выдает. Ну, куча. А что так? Зайка моя. Владимир Викторович Чуп сказал мне, что это гемантус. Тогда нет вопросов. Понимаешь, я сама с определком не ходила. Но я как-то решила поверить ему, что, наверное, он знает, что это гемантус. А это сейчас, по-моему, чуть ли не ароидные. Какое семейство у гемантуса, если вы посмотрите? Ладно. Морилисовый. А, морилисовый, точно, это морилисовый. Да, 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 да. Это гемантус. Может быть, у меня какой-то особый вариант гемантуса. Давайте так. Ну, я посмотрела картинку, там есть вот эти маленькие трехомочки. Просто они прям очень маленькие, чуть ли не прозрачные. Там просто вглядеться надо. Давайте я... Ладно, я вот сейчас ради прикола. Мне просто уже как бы... Сейчас. Это уже... Так, 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 сейчас я открою свою, значит, так, рабочий стол. Сейчас. Это уже просто невозможно. Где у меня... Сейчас, 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 ребята, я настрою демонстрацию экрана. У меня просто есть такая папка, называется учебные растения. Я фоткаю всякие растения, потом из них делаю задания. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Где же ты, мое ненаглядное? Вот, вот мой гемантус. Сейчас я вам сделаю. Ага, так, а у вас переключилась на фотографию? Нет, ладно, неважно. Да. А, да, ладно. Вот, собственно, вот он, гемантус наш. И вот его реснички. У меня даже есть фотографии дальше, по-моему. Давай, зайка моя, ну, пожалуйста. Ну, вот, да, видите, какие у него реснички? Прям реснички, реснички. Все честненько. Вот, так, что у меня тут еще есть? А, ну вот, я его под увеличением фоткала. Прям вот реснички, реснички, все честно. По краешку. Вот такие штучки. Так, так вот, продолжим мое лирическое отступление по поводу пустыни Атакама. Так вот, в пустыне Атакама те растения, которые там произрастают, они имеют различные либо трихомы, волоски длинные, в общем, какие-либо иголочки. То есть у них будет точка концентрации капельно-шидкой воды. Они специально создают себе такие точки концентрации, потому что те растения, которые произрастают вот так в пустыне, они находятся прям вплотную к этому горному массиву, который отгораживает Атакаму от океана. И к утру пары, испаряющиеся от океана в виде тучи, переходят этот горный массив и спускаются, соответственно, вот на ближайшие там несколько километров, не более, потому что дальше уже растений нет. И вот эти пары воды растение должно как-то сконденсировать. И нужны точки концентрации этой капельно-жидкой воды. То есть должно быть что-нибудь маленькое и тоненькое. У кого, если вы посмотрите, там очень часто растут кактусы, поэтому они такие суперволосатые, суперигольчатые и так далее. Ну и там всякие товарищи тоже имеют какие-то такие выросты. Гемантус, конечно, не растет в Атакаме, но тем не менее вот эти вот реснички он использует именно по этому назначению. Причем более того, у некоторых растений трихом, вот эти вот волоски на эпидерме, они не просто волоски. Они внутри полые, то есть они состоят из мертвых клеток, и вода туда заходит, и уже обратно она оттуда уже не выйдет. То есть это такая губка. То есть там очень специфическое строение трихом. Значит, лирическое ступление закончили, поехали. Вопрос. Как вы думаете, у американского каштана какой тип края листовой пластинки? Внимательно смотрите на основание треугольника. Итак, американский каштан. Криновидный. Нет, 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 нет. А край листовой пластинки, Маша, край. А, пильчатый. Выимчатый. Да, совершенно верно. Это выимчатый край листовой пластинки. То есть может показаться, что он пильчатый, но на самом деле нет. Мы должны смотреть, что… Так, сейчас, ребята, подождите, я указатель включу. Вот, да. Мы должны смотреть на то, что здесь в основании образуются выимки. То есть нету острого сочленения элементов друг с другом. Друг с другом это сочленение мягкое. Из-за того, что оно мягкое, это, соответственно, выимчатый край листовой пластинки. Внимание, вопрос. Барабанная дробь. Это, кстати, Христо Матильин. Случай. Край листовой пластинки иконского каштана. Та-дам. 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 Острый вроде. Нет, нет, нет. Ребята, не основание и окончание, а край. Край. Мы сейчас обсуждаем край. Андрей, давайте. Ну, может быть, двояка пильчты. Да, совершенно верно. Это двояка пильчты. И где там двояка пильчатый, простите, я не всегда понимаю, потому что, на самом деле, он перемежается. То есть, там пильчатый край перемежается с двояка пильчатым. Вот. Поэтому, если напишите просто пильчатый, в принципе, не могу сказать, что будете неправы. Так, бук. Вот здесь, кстати, очень интересный край листовой пластинки и не совсем очевидный. Внимательно смотрите. Итак, как вы думаете, что у бука? Так, кто-то написал. Ресничный. Не-не-не-не. Значит, смотрите, ребят, это не ресничный край. Дело в том, что нижняя поверхность листьев бука, она очень волосатая. И это просто так сфотографировано, что вам кажется, что она торчит оттуда. Нет-нет-нет-нет-нет. Это не про эту историю. Тоже выимчатая получается. Выимчатая, совершенно верно. Это выимчатый край листовой пластинки. Просто тут вот эти как бы заострения, которые должны быть типа большими, не оказываются очень-очень маленькими и расположены далеко друг от друга. И это тоже будет выимчатый край листовой пластинки. Ну и, зайки мои, конечно же, барабанная дробь. Крапива. Запоминаем, что это хримостоматийный случай. Зубчатый. Это зубчатый край листовой пластинки. Вы мне спросите, как это может быть? Как? Потому что крапива – это идол зубчатого края. Да, а на самом деле, если мы сейчас с вами померим, значит, ну вот как бы раз сторона, два сторона. Вы меня извините. В каком месте? Я уж подперхнулась. В каком месте это зубчатый край? Да, вот хорошо. Это честный зубчатый край листовой пластинки. В принципе, может быть, даже и это. Ну такое. Поэтому, ребята, то, что пиличатый переходит в зубчатый, это всегда. Даже у хримостоматийных всяких товарищей. Поэтому возьмем другой лист крапивы. Там будет честный зубчатый край. Все очень индивидуально. И именно поэтому в кабинетах, если дают на описание образец, у вас есть такая графа, как номер рабочего места. Потому что за определенным номером рабочего места закрепляется определенный вот этот вот объект из гербария. И если возникают вопросы, если возникают апелляционные моменты, вы говорите, ну вот у меня такое рабочее место, давайте посмотрим ваш гербарный образец. Потом выяснится, что у вас какой-нибудь, например, неклассический гербарный образец. Ну такое тоже было. Что делать? Поэтому в морфе всегда даются гербарные образцы. Или, например, если даются живые образцы, то есть такая часть задания, что вы вызываете к себе проверяющего. И он как бы сличает то, что вы написали, и то, что там на самом объекте. Потому что все прекрасно понимают, что вариативность очень большая. Дальше вот эти вот два края листовой пластинки, я не говорила о них, но они очень специфические. Не буду вас томить. Дело в том, что если, например, наш кафедральный гемантус использует выросты для сбора капельной жидкой воды, то есть товарищи, которые просто не хотят, чтобы к ним приближались. Потому что у них тонкая душевная организация, зачем им всякие товарищи рядом. Поэтому их край листовой пластинки снабжен особыми анатомическими структурами, выростами, иголочками. Там, соответственно, большое количество механических тканей. Чаще всего это мертвевшие механические ткани. Да, мы можем описать край листовой пластинки падуба как вымечательный, совершенно спокойно. Но так как там особая анатомическая структура в виде иголочек, там меняется строение, анатомическое строение листовой пластинки, то этому краю листовой пластинки было присуждено прилагательное игольчатый край листовой пластинки. Очень большого количества сложноцветных игольчатых края, потому что очень много сложноцветных, в общем, имеют эти иголки по краям. Ну и, в частности, у падуба. Если вы видите что-то такое прям с особыми механическими структурами, не с иголочками, которые как листочки мягенькие, а вот прямо они колются, то есть вы понимаете, что там анатомия поменялась, тогда да, это игольчатый край листовой пластинки. Следующий наш с вами параметр – это желкование, и, пожалуй, мы на нем закончим. Итак, желкование листовой пластинки. Я уже несколько раз говорила о том, что с точки зрения теории эволюции считается, что именно параллельное желкование, то есть то, что изображено под буковкой А, является одним из самых древних. Ну, понятно, что, конечно, дихотомическое желкование никому не перебить, ну, про дихотомию мы ничего не говорим, а вот именно параллельное желкование считается самым древним. И забегу вперед и расскажу вам историю, и я, кстати, по-моему, я уже рассказывала о том, что есть особое видоизменение листьев, которое называется филлодии, когда, например, у акациевых, некоторых акациевых, черешки сильно уплощаются и начинают выполнять функцию фотосинтетической поверхности, фотосинтезирующей поверхности. И вне зависимости от того, какое желкование у листовой пластинки, филлодии всегда имеют параллельное желкование. И в связи с этим говорят, что, например, у каких-нибудь там злаковых и осоковых, ну, вообще у подавляющего большинства однодольных, потому что в основном у однодольных параллельное желкование или дуговое, на самом деле не листья, а черешки, что на самом деле у подавляющего большинства однодольных, нет листовых пластинок в истинном понимании этого слова. А у них вот уплощенные черешки. Ведь если внимательно посмотреть, лишь у подавляющего большинства двудольных растений имеются черешки, черешковые листья, а у однодольных черешковых листьев практически нет. Ну, то есть их очень-очень мало. То есть есть растения с черешками, но это как что-то очень невзрачное. Либо это сидячие листья, либо это влагалищные листья, ну, вот всякая такая вот история. И поэтому эта теория говорит о том, что на самом-то деле листовых пластинок у однодольных нет. У них все филодии, у них все черешки фотосинтезирующие. Ну, это лишь теория, но звучит она очень красиво. Рассказала, поехали дальше. Итак, дихотомическое ветвление, ну, там понятно, дихотомия, ну, вообще про дихотомию рассказывать не буду. Собственно, из ныне живущих дихотомия. Кстати, вопрос к вам. Может быть, знаете. Только ли у гинкобелоба из ныне живущих растений дихотомическое желкование листовой пластинки? У псилотов вроде еще. Да, у псилотов еще есть, по-моему, у некоторых папоротников. На самом деле у некоторых папоротников тоже дихотомия встречается. Ну, там у каких-то там... Ну, в общем, я к тому, что дихотомическое желкование не гинкобелобом едино, живо на нашей планете на данный момент. Параллельное желкование, ну, тут все понятно. Значит, мы сейчас с вами должны обсудить очень важный момент. Я не знаю... А, нет, я не выделила это в отдельный слайд. Значит, есть понятие «главная жилка» и есть понятие «центральная жилка». Это немножко разные вещи, потому что главная жилка – это то, что характерно всегда для сетчатого желкования. Другое дело, что сетчатое желкование может быть пальчато-сетчатым или перисто-сетчатым. Ну, неважно, назовем это все сетчатым желкованием. Там есть понятие и понимание главной жилки. Она самая крупная, она всегда находится по центру, и от нее ответвляются жилки 2-го, 5-го, 20-го порядка. Понятно. Но есть также понимание центральной жилки. И тут все зависит от того, про какой тип желкования мы говорим. Если мы говорим про параллельное желкование, то центральная жилка, она действительно располагается по центру. Она не крупнее других жилок, но вокруг нее располагается большое количество механических элементов. Она механически гораздо крупнее по наличию количества механических тканей, извините за татологию. Потому что с конструктивной точки зрения, когда мы говорим про лист, например, какой-нибудь злаки или асоки, важно, чтобы происходил вынос листовой пластинки над поверхностью. И логично предположить, что вот в месте этого изгиба мы должны вставить дополнительный механический каркас. Да, к окончанию листовой пластинки можно этот механический каркас выбросить, что и происходит. Но ближе к основанию листовой пластинки нужно механически упрочнить конструкцию. И вот центральная жилка это и выполняет. Если вы как-то сейчас попытаетесь визуально себе представить лист какого-нибудь злочины или асоки, то вы вспомните, что да, действительно так оно и происходит. Ближе к основанию мы видим сильное утолщение на нижней стороне листа какой-то там центральной жилки, а ближе к окончанию листовой пластинки уже ничего нет. Как вы понимаете, в сетчатом жилковании центральная жилка совпадает с главной жилкой. Но главная жилка в сетчатом жилковании, она разветвляется. От нее отходят жилки второго порядка, от жилок второго порядка отходят жилки третьего порядка и так и далее. В параллельном жилковании так не происходит. Все жилки равны друг другу, но при этом существуют анастомозы. Что такое анастомозы? Это отдельные канальца, которые соединяют жилки друг с другом. И в итоге образуется, вся листовая пластинка делится на сегменты. Соответственно, может происходить выпадение какого-то одного сегмента, что не повредит оставшейся конструкции. Здесь же такого не происходит. Дуговидное жилкование – все примерно то же самое, только ровно посередине жилки расставлены друг относительно друга больше. И самое интересное – это, конечно же, варианты Е и Ж. Итак, вопрос к вам. Чем принципиально отличается лист Е от листа Ж? Ну, помимо того, что вы прочитали, что одно – это пальчато-сетчатое, а другое – это туговидное. Так, кто-то мне что-то написал. Есть контакты вместо жилками. То, что Андрей называет контактами, называется анастомозами. Да, действительно. Значит, у листа Ж все основные жилки уходят из одной точки. Здесь происходит ровно то же самое. Они все происходят из одной точки. Различий нет. Дальше смотрим. Жилки у листа Е ветвятся. Здесь так нарисовано, как будто они дихотомически ветвятся. На самом деле они не дихотомически ветвятся, просто так нарисовано. Жилки же на листе Ж, у листа Ж, не ветвятся, а присутствуют вот эти строго перпендикулярные основным жилкам анастомозы. Да, вы должны понимать, что анастомозы практически всегда перпендикулярны основным жилкам параллельным, в то время как ветвление всегда происходит под углом. Анастомозы всегда перпендикулярны. Вот примерно как-то так. Ну, давайте смотреть. Ну, про ландыш как бы все понятно. Давайте обратим внимание скорее вот на эту конструкцию, которую я сейчас обрисовываю. Это так называемая центральная жилка, которую дальше при приближении к окончанию листа уже различить довольно сложно. Это нам неинтересно. Это нам интересно. Перед вами два типа растений. Одно хоста, второе брунера. Это листья с очень похожей формой листовой пластинки, но при этом у них очень интересные типы желкований, и оба этих растения очень часто встречаются в озеленении садов, парков. В общем, в садово-парковом искусстве используется очень часто. Вопрос к вам. Какое желкование у хосты? Докажите мне это. И какое желкование у брунеры? Тоже мне это нужно будет доказать. Ну, мы же только что с вами разговаривали. У хосты получается другая вид. Докажи. Докажи. То есть, ну, они все прямые линии, как бы такие. Маша, еще раз то же самое, потому что вы у меня... Немножечко затормозили. Ой. У меня, наверное, тоже с интернетом. Я там говорила, что все жилки, они выходят из одной точки, и они не ветвятся. Так. Но у брунеры жилки тоже выходят из одной точки. Вот смотри. Но они ветвятся, поэтому тут сетчатые желкования. Да. Совершенно верно. Да. Значит, вы должны понимать, что и у дуговидного желкования, и у пальчато-сетчатого желкования соответственно, все жилки выходят из одного места. Главные центральные жилки выходят из одного места. В общем, у хосты просто все жилки из одного места, а у брунеры главные жилки из одного места. Но другое дело, что у брунеры, так как у меня пальчато-сетчатые желкования, дальше жилки ветвятся. То есть, от них отходят жилки второго порядка, и отходят они не просто, а отходят под определенным углом. Здесь мы такого не наблюдаем, но если внимательно присмотреться к листу хоста, то на самом деле вы потом увидите вот такие вот анастомозы, но они просто не очень хорошо видны. А дальше, что еще очень важно понимать? Нет пальчатого желкования, его не существует. Перестого желкования тоже не существует. Существует либо пальчато-сетчатое, либо пересто-сетчатое, потому что, как вы знаете, вот эти вот приставки пальчато или пересто будут дальше у нас с вами в морфологии встречаться очень-очень часто. Пальчато или пересто – это приставка, которая рассказывает нам о положении структур относительно какой-нибудь центральной точки. То есть пальчатая структура – это когда все исходит из одной точки, из ладошки у нас выходит пять пальцев. А пересто, вспоминаем, перо, ость пера и, соответственно, вот эти вот… Ребята, меня сейчас заклинило. Ну, у пера есть вот эта вот палочка. Она называется ость, если я правильно помню. А от нее отходят вот эти вот волосочки. Они как называются? Боростки. Как? Боростки. Боростки. Да, и, соответственно, боростки, отходящие от ости, они располагаются пересто. Ну, поэтому и называется, что это перестое расположение чего-то там. К чему, мои тирады, еще раз, не существует пальчатого желкования. Существуют пальчато-сетчатые или пересто-сетчатые. Поэтому, если вы напишете пальчатое желкование и к вам захотят придраться, с вас снимут балл. Я вам гарантирую. Ну, если не захотят, то подумайте, ну, человек забыл написать. Но если захотят, придерутся. Так, на этом мы с вами заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok